И хочу, чтобы женщины слышали, не затыкали рот своим детям, а услышали и действовали. Верите, не верите, тащите ребенка к гинекологу на все судмедэкспертизы. Говорит, ты знаешь, у нас будет маленький секретик, да? И этот секретик будет только между нами. Это двоюродный дедушка, это отец родной, это дядя, это брат старший. Понесет наказание, может отбыть срок, выйдет, уедет в другой регион, может даже поменять имя и фамилию, но скорее всего его не изменит ничего больше. Остановить педофила, который завтра может сделать это с вашими детьми. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите телепроект «Красное и черное». Меня зовут Александр Катунцев. Шокирующая статистика. 25% несовершеннолетних в Украине становились жертвами педофилов. Это дети от 6 до 17 лет. Ежегодно национальная полиция Украины расследует около 400 уголовных производств, в которых дети стали жертвами сексуального насилия. Однако и полиция, и правозащитники убеждены, что эта цифра условна и может составлять менее 10% от реальных преступлений в отношении детей. Часто жертвы молчат об этом, так как маленькие дети не всегда понимают, какие действия со стороны взрослых допустимы. О том, кто из детей в зоне риска и как избежать беды, как помочь ребенку, который подвергся сексуальному насилию, и вообще, как защитить наших детей от педофилов, будем говорить сегодня в студии. В гостях у нас Марьяна Морозова, психолог, психоаналитик, гипнолог, НЛП-практик. Ирина Васильевич, мама ребенка, который подвергся сексуальному насилию. И Олег Михайлик, руководитель регионального офиса простых решений и результатов. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо большое, что согласились на эту встречу и на эту непростую беседу. Тяжелая для обсуждения у нас сегодня с вами тема. Скажу вам честно, не все смогли, не все захотели прийти в студию и поговорить на эту тему. Поэтому еще раз вам спасибо за то, что не умалчиваете эту проблему и готовы открыто выносить ее на обсуждение в публичную плоскость. Кстати, по данным полиции, около 70% случаев сексуального насилия совершали лица, которых дети хорошо знали. Это и родственники, знакомые родителей, тренеры, репетиторы, учителя и так далее. Ирина, в вашей семье произошел именно такой случай. Прошу меня извинить за то, что вынужден заставлять вас вспоминать и вновь переживать всю эту трагедию. Но думаю, что наши телезрители должны знать эту историю, чтобы защитить своих детей. Расскажите, пожалуйста, что случилось в вашей семье. Я Василий Вечерина. На сегодняшний день не боюсь рассказать то, что случилось, какой ад в моей семье. Все началось это 4 года назад. За мной начал ухаживать стремительно парень с моей деревни села Егоровка. Я его знала. Я родилась там, и он меня знал. Он начал стремительно за мной ухаживать. Детям покупать. Хорошее отношение к моим детям. Я, как каждая женщина, хотела счастья детям отца на то время. Я не проживала уже с ихним отцом. Он был в Германии, сейчас в Германии. Я поддалась, сдалась. Я сошлась с ним. У меня на то время было двое детей, сын и дочь. Сыну было 11, и Велине было 9. Приблизительно год он ухаживал за нами. Он хорошее отношение к моим детям. Даже было такое, что я ревновала своих детей к нему. То есть они относились к нему как к родному отцу, я так понимаю. Да, в течение года они его называли папой. Он покупал им сладости. Он разрешал то, что я не разрешала. Например, тик-ток, какие-то слаймы. Он разрешал все это Велине Стасу. Стаса, как мальчика, он катал на мотоциклах, мопедах. Тоже крутил отвертки с ним. Готовил со мной. Не оскорблял. Очень ласково. Даже я, когда сердилась, ну, бывают разные ситуации. Он говорит, успокойся. Хотя он был младше меня. Ну, то есть со стороны складывалось впечатление, что у вас идеальная, можно сказать, образцовая семья. Заботливый отец, заботливый муж. Готовит. Да, он, я еще обратила внимание, что он не пьет. Потому что у меня предыдущая муж, с которым я прожила 7 лет, он в последнее время страдал пивным алкоголизмом. Вы из-за этого расстались? Да, да, потому что там уже было того, что он лез к детям драться. Ну, когда было такое встание эффекта алкогольного, он начал простягивать руки к детям, и мы разошлись. Я обратила внимание, что год я когда прожила с этим человеком, Цибурским Виталием, я не боюсь об этом сказать, называю имя, называю свое имя. Многие люди скрывают. На сегодняшний день мне звонят звонки, люди, которые за 40, за 30 скрывали и долго терпели. И бабушки, которые кричат о помощи, когда их дочка не верит в это. Спасите, помогите Западной Украине. Мне на сегодня звонит бабушка, и я ей отвечаю два дня, что я помогу, чем смогу. Но вернемся все же к вашей ситуации. Виталий, да, вы сказали, он не употреблял алкоголь, да? Нет, я не видела. Мы проживали же, кушали, спали в одной комнате, жили в одном доме у меня, у мамы. Я не видела, чтобы он пил. Он думал, кока-кола, вот такое. Хорошо. Вы не замечали каких-то странностей в его поведении? Не подозревали его вот в подобных наклонностях? Да нет, вы что? Я даже подумать об этом не могла. Он был примерным мужем, примерным отцом. Он уважительно относился к моей маме, хвалил ее. Рассказывал. Что произошло дальше? Дальше. Как это все вскрылось? Откуда вы это узнали? Я в очередной раз была на работе. Я занимаюсь уборками, квартир и домов сама на себя. Постоянные клиенты. Я поехала с сыном. Часто я брала сына, он мне помогал. То есть вы работаете в Одессе? Да, я работаю в Одессе. Я взяла своего сына, Станислава. Поехала на работу. Мама осталась, Цибульский остался. Он был выходной. И две дочери. У нас общая дочь с ним Мария, Маша. И Эвелина осталась дома. Я приехала вечером домой с покупками. Зашла в дом. Он меня встретил. Зая, привет. Мы тебя ждали. И начал к моей маме предлагать 100 гривен. Он никогда я денег так просто честно не давал. Бабушка, возьми 100 гривен, пойди себе купи семечки, мороженое, что ты хочешь. Я говорю, мама так начала отталкиваться. Я говорю, мам, возьми, ты помогаешь нам, детям. Ну, что-то такого. Виталик тебе дает деньги, ничего страшного, иди себе купи. Она отскочила от него очень агрессивно, злость. Хотя она уже на то время, он бил меня. И на это слышала и знала, что он стрелял и запугивал. Она отскочила и сказала, ему не нужны мне твои деньги, забери. Я подумала, они очередной раз поругались. Пошла к Евелине в комнату занести ей очередные покупки, сладости. Она говорит, мам, я хочу побыть сама, я с подружкой общаюсь. Я вышла во двор, что-то делать не помню. Это был вечер. Через час, через два я вышла во двор. Он выскочил во двор и говорит, Ира, мне некомфортно тут жить у тебя. Я пойду на тенист. У него в Егоровке есть на тенист 7 домов от матери. Мама проживает в другом доме. Мне тут некомфортно. Там мопед, там мотоцикл. Мотоцикл, там гараж, мне лучше отдельно. Но если ты не пойдешь со мной, я тебя пойму. Мы проживали, уходили. То я была беременная, ходили там, жили месяц-два, поругались, вернулись. Я говорю, Виталик, там некомфортно жить. Там не все комнаты в ремонте, тут детей, хорошие комнаты. Нет, пойдем туда. С милыми рай в шалаше. Но если ты не пойдешь, я тебя пойму. Было такое ощущение, что он и не сильно хотел бы, чтобы я пошла. Ну да, то есть не настаивал, скажем так. Не настаивал. Хотя до тех пор он всегда, я его выгоняла, и он возвращался усердно. Буквально час-два не давал одуматься, просил прощения возвращаться. Даже когда я уходила очередной раз, он меня встрелял. А тут он говорит, если ты не пойдешь, я тебя пойму. Я говорю, зашла к детям, говорю, пошлите, он все-таки наш папа, попробуем снова, там сделаем ремонт. Эвелина отказалась, говорит, я остаюсь с бабушкой. Она никогда не оставляла, ну не оставалась с бабушкой, так сказать, выбор, чтобы жить без меня. То есть в этот момент у вас закралось подозрение, что что-то неладное, да, я так понимаю? Ну, как бы я подумала на тот момент, что красивая комната была сделана для девочки в розовом. Думаю, она себе, да, покупки. Я ее спросила, Эвелина, почему ты не хочешь, как это ты без мамы, вот, мама тебя не бросит, я приму решение, которое ты скажешь. Я начала с ней разговаривать, он залетел в детскую комнату, говорит, оставь ее, она хочет видать к своему папу в Германию, или пусть сама решает, пошли. Я говорю, Эвелин, я пойду с нашей общей дочерью, со Стасом, а утром я приду, ты мне расскажешь. Мы пошли. Мы пошли, он вел себя тогда необычно, начал мне помогать убираться там в доме, холодильники мыть, вечером поговорили еще, так приятно. И он говорит, утром я поеду на работу. Вот, утром он поехал на работу на шестичасовый, вот, к шесть-семь часов утром его забрали на машину сотрудники его на работу. Я начала будить Эвелину где-то семь-восемь приблизительно на дистанционное обучение, на Viber звонить, чтобы она проснулась, она любитель поспать у меня. Я звонила, она взяла трубку, да, мам, да, мам, я сейчас проснусь, я говорю, Эвелина, уроки, чтобы ты не проспала, она отличница у нас. Бабушка, моя мать, выхватила трубку и говорит, Ира, приди, мне нужно срочно сказать в таком приказном порядке. Да, мне срочно нужно, я говорю, ну, мам, ну, это не подождет, у меня еще ребенок спит, Маша, говорю, я же не оставлю, говорю, Стас, проснулся, сейчас пока соберемся, давай быстрее, мне нужно тебе сказать. Я собрала быстро ребенка, потому что голоса такой я еще от мамы, ну, не слышала, я слышала, когда какой-то что-то ужас случилось. Я собрала ребенка, нашего общего Машеньку, Стаса, и мы пришли домой. Я захожу в дом, мама говорит, Ира, пусть выйдет Стас, пусть выйдет Стас. И мне нужно сказать, Эвелина стояла рядом с мамой моей, мне нужно сказать только, чтобы Стас не слышал. Я говорю, Стас, выйди, Стас, выйди. И она мне стоит, Эвелина рядом с ней говорит, Ира, я это видела, я это застукала. Вот это ее слова. Я говорю, что? Он насилует Эвелину. Я говорю, мам, как? Ну, у меня, естественно, был шок, я не буду описывать это все. У меня был шок, и я говорю, как? Она говорит, Ира, ты когда уехала со Стасом на работу, я пошла вешать стирку во дворе. Обычно мама утром-вечером любит ходить на огород, сапать. Ну, в деревне часто. Вот утром-вечером, пока солнца нет, идут сапают. Она говорит, я не пошла в очередной раз на огород, я повесила стирку во дворе, зашла в дом и услышала, не надо, не надо, Эвелины слова. Хотя Эвелина спала, и Маша спала. Только Маша спала с моей мамой в комнате, а Эвелина в своей. Она говорит, двери были в детскую комнату открыты. Она говорит, я. Я говорю, что ты увидела? Мама, скажи, что ты увидела? Она говорит, я зашла. Эвелина была голая, без трусиков, полностью без пижамы, перевернута подушкой, ну, лицом в подушку, а он начал стремительно одевать трусы со штанами. Мама побежала на улицу. Так как мы живем в квартирном доме, она начала кричать, что ты делаешь, что ты сделал, Эвелина? Люди, помогите. Он подбежал, ударил маму. Мама упала. Мама начала бежать, наверное, чтобы искать кого-то, чтобы кому-то рассказать, потому что меня дома не было. Мама побежала в сторону огорода, потому что там сельсовет у нас. Огород находится на территории сельсовета. Эвелина рассказала, что, говорит, пока он побежал за мамой, одел свою дочь, полураздетую, так накинул и побежал за моей мамой. Эвелина сбежала тоже с домом. Она побежала к девочке Тане, Матвиенко, и говорит, спрятай меня, пожалуйста. Он сейчас будет меня искать. Таня хотела расспросить, что случилось, она говорит, потом, потом. Девочки спрятались, они, Таня живет возле школы, за школьную территорию в кустиках. Потом Эвелина и Таня мне рассказали, что он подъезжал на мотоцикле, у него был спортивный мотоцикл, искал, как угорелый, и остановился возле Тани и спросил, ты Эву видела? Таня не побоялась. Спасибо ей, хотя его в деревне боялись. Она говорит, я не видела, хотя Эвелина была совсем рядом. Если бы он нашел... Она ее не выдала. Если бы он нашел, я бы уже не была. Я это знаю. Дальше я вечером... Вот это он их гонял, он их контролировал, потом словил их в центре, собрал и говорит, быстро домой, потому что я постреляю вас всех. Он шел сзади, они впереди. Мама Эвелина и Маша у него на руках. Они пришли домой, и там он начал говорить, что он нас убьет, расстреляет, потому что он был в команде, которую выставлял в Инстаграм, в Фейсбук. Выставлял около 30 человек с пистолетами, у него вся страница забитая с оружием. Он показывал это в деревне, бил женщин в деревне, и все это ему проходила срок безнаказанности. Даже мое заявление, когда побил меня, я вызвала скорую, написала заявление, ему обошлось 850 гривен штраф. Я указывала, что стрелял в воздух предупредительный, у меня была избита нога вся зеленая. Скорая зафиксировала, он обделался 850 гривен, еще и говорил, ну смотри, теперь можно бить что угодно. Это стоит всего лишь 850 гривен, он так говорил. Ничего менты не сделают, они любят деньги. Вы знаете, у нас должны были, сегодня должен был быть представитель нацполиции в студии, но так случилось, что он приболел и не смог быть гостем студии, поэтому было бы, конечно же, интересно услышать его версию, почему полиция так реагировала, тем более были заявления в полицию, были случаи, были прецеденты, да, когда он избивал других людей. Был, человека он побил, череп разбил, человек лежал в больнице, он отделался в суде, было сказано легкие телесные. Я хотел бы подключить других гостей, ну, крайне тяжелая тема, и страшную историю мы все услышали, мы будем к ней возвращаться еще. Олег, как вы считаете, вот действительно и специалисты, представители полиции, психологи, правозащитники говорят, что сталкиваются с фактами, когда родственники ребенка, даже зная о преступлении, не сообщают о нем в полицию, не придают эти факты огласке, боятся этой огласки, боятся остаться там без кормильца или просто стыдно. Как вы считаете, как, вот Ирина не побоялась? Она обратилась в полицию, она обратилась в средства массовой информации. Чего? Боялась, было время. Боялась. Было. Но, не менее, преодолев этот страх, вы пошли дальше. Вы решили наказать. Остановить педофила, который завтра может сделать это с вашими детьми. Да. Как вы считаете, как вообще изменить эту ситуацию? Ведь, когда люди умалчивают, преступники уходят от ответственности, а, как мы знаем, безнаказанность порождает вседозволенность. Как побороть этот страх и довести дело до суда и до приговора? Ну, в первую очередь, огромное уважение к человеку, что она рассказала это. И рассказала не просто там полицейским, заявление написала, в суде, наверное, расскажет. Я очень на это надеюсь. Большое уважение, что она пошла с этой историей на публику, потому что, первое, это придание огласки в сегодняшней ситуации, в той ситуации в украинской реальности, в которой мы живем, единственный, наверное, способ не дать той полиции, про которую Ирина говорила, опять это все спустить на тормозах. Как отец двоих детей, правда, постарше, я вообще даже не представляю, что бы я делал, если бы я оказался в такой ситуации. Мне просто, я не могу представить, что бы я делал. Вот просто у меня не вкладывается в голове, но я однозначно понимаю, что, первое, таких людей, которых уже выявили и которые являются, несомненно, педофилами, их надо наказывать по всей строгости закона. И, к счастью, такая возможность есть. Работает или не работает, это уже другой разговор. Но педофилия во всех цивилизованных странах и, к счастью, в Украине, является не просто одной из самых тяжелейших с моральной точки зрения статей, преступлений, но и Уголовный кодекс карает, должен карать таких людей. И у меня нет никакого сомнения, что это надо делать. Потому что, ломая жизнь вот этим детям, ломая жизнь этим детям, они своими, даже если, как в данной ситуации, ребенок, к счастью, остался жив, а многие не доживают. Потому что, вот Ирина рассказывала, что этот педофил действительно искал, и, не дай бог, бы нашел этого ребенка. Потому что большинство из них, этих педофилов, они пытаются замести их следы. Потому что это живые свидетели. В том числе убивая живых свидетелей, думая или не думая о том, что нет свидетеля, никому не доказать. Одно из самых сложных преступлений, которые в действительности не то, чтобы доказать, выявить. Большинство детей, подвергшихся насилию, они не готовы, не хотят, не знают, как рассказать. Следующим этапом действительности, как это доказать. Если это увидел взрослый, это одни доказательства. Если это слова ребенка, это уже другие доказательства. Если этот биологический материал, сколько времени прошло с этого происшествия, когда бывает же такое, что это всплывает многие годы позже, когда девочки уже становятся взрослыми, понимают к тому времени, что их действительно насиловали. Вне их воли делали то, что нормальные люди никаким даже подумать не могут. И тогда они уже начинают говорить. И поэтому это очень сложно доказываемое преступление. И однозначно о них надо говорить. Как защитить детей? Это сложнейшая тема. Я думаю, что она сложнейшая не только в Украине, она в мире сложнейшая. В действительности бывает такое, что родители сами не хотят выносить это наружу, не понимая, с каким страшным человеком порой им приходится сталкиваться и продолжают с ними жить. Просветительство, однозначно просветительство, однозначно просвещение детей, особенно девочек, что ни один взрослый, кроме врача и родителей, не имеет права прикасаться к телу ребенка. Не имеет права делать то, что ребенок не хочет, либо то, что ребенок считает неправильным. И об этом надо говорить не только взрослым, это надо постоянно говорить детям. Ну вот здесь я хотел бы обратиться к Мариане, потому что здесь, как к психологу, в первую очередь, здесь очень сложный момент. Я с вами совершенно согласен, что с детьми надо говорить, но подвох в чем? Как раз вот становятся педофилами те люди, которые близки к этим детям, либо по родственным отношениям, либо как знакомые, друзья. То, о чем я говорил, знакомые родители, и дети доверяют, дети так устроены, что для них любой взрослый человек, тем более вхожий в дом, вхожий в семью, это уже какой-то авторитет. И они перед этим авторитетом преклоняются и прислушиваются к мнению и так далее. Мариан, вот как вы считаете, нужно ли родителям говорить с ребенком на эти темы? И самое главное, а что говорить в этой ситуации? Что говорить ребенку? С какого возраста? Как объяснить вот эту тонкую грань, да, что можно, что нельзя? Кому можно, кому нельзя? Я сейчас это расскажу, в каком возрасте что говорить, но вопрос, я бы немножечко повернула в другим образом, что люди, которые общаются с педофилами, да, они не знают, что они педофилы. И 80% людей, это вхожие как раз, то, что вы обозначили, люди, которые вхожи в дом, к тем детям, по отношению к которым и проявляется это насилие, да. И педофилы на самом деле люди, которые очень любят детей, как это ни странно звучит. Потому что, если брать какие-то моменты... Ну, у нас есть пример, Ирина рассказывала, что это был образцово-показательный отец. Совершенно верно. И если мы будем рассматривать другие случаи, как правило, так оно и происходит. Для того, чтобы втереться к человеку, к ребенку в двери, они проявляют самые лучшие свои качества. Это и какие-то подарки, вот то, что Ирина описывала. Это и защита, это и поддержка. То есть нужно было... Для того, чтобы совершить свое действие, им нужен контакт, причем очень тесный контакт. Для того, чтобы ребенок ему доверял. Если в данном конкретном случае Ирина тоже говорит о том, что происходили такие вещи, и ребенок доверяет взрослому, потому что ребенок... Он говорил секретик. Это секретик, и каждый ребенок делает, каждая дочь, папе такие секретики. Это вот типичный портрет человека, который говорит, ты знаешь, у нас будет маленький секретик, да? И этот секретик будет только между нами. И ребенок не понимает, что хорошо, когда у мамы, допустим, с дочкой есть тесная связь, и вот это как раз то, что формируется заранее и предотвращает все эти поступки, да? Когда есть взаимопонимание, когда есть та ниточка, что дочка рассказывает или сын своей маме о том, что с ним происходит, да? И в этой ситуации меньше возможностей сохранять эти секретики. Поэтому, когда в каждом этапе развития ребенка существуют периоды, когда проявляется его сексуальность, да? Первичная, потом вторичная. Такой возраст это 3-4 года, 7-8 лет и 11-12 подростковые периоды, которые идут. И на каждом этапе с ребенком нужно не замалчивать, а разговаривать и с самого начала говорить о том, что, ну, не все тело нельзя трогать, да? А есть определенные зоны, которым прикасаться можешь только ты и больше никто. И это формировать нужно с самого маленького возраста, да? Объяснять ребенку о том, что никто не имеет права касаться груди, половых органов, да? Что это места, которые защищены и это только твое, то есть к ним не может прикасаться никто. формирование таких ценностей для детей, они будут знать, что, что бы ни происходило, как бы эти места может касаться только врач или мама, или там очень близкие люди, которые входят в этот перечень. Поэтому, когда педофил себя чувствует уверенно, когда этот контакт сформирован с ребенком, он идет дальше, и он формирует вот такие вот секретики, о которых говорит Ирина. Почему дети боятся говорить? Можно я скажу? Да, конечно. В моем случае ребенок боялся, говорила, когда после зеленой комнаты я в Лина, почему ты маме не сказала? У меня было куча вопросов. Как? Мы с тобой дружили, мы с тобой фотографируемся, мы с тобой знаем, общаемся, даже если на работе она шлет мне смс, я ей в отрыве от работы, я бросаю швабру и отвечаю, она мне с Мавики даже, ну, я говорю, почему ты? Она со слезами на глаза говорит, мам, ты понимаешь, я сохранила вам всю жизнь, я сохранила жизнь вам. Он говорил, что он расстреляет меня, или меня лишат материнства, и бабушки не дадут моей матери, потому что она дурная, типа старая, и Велина с ним будет жить. Еще были заявления, это самое, я думаю, для нее было страшно, что он говорил, что я тебе и Маше своей дочери разорву ту пленочку внутри, и тебе будут делать операцию, ты никогда не будешь иметь детей. Она даже к гинекологу, когда мы пошли на экспертизу, она первого гинеколога мужчина отказалась, потому что я ей сказала за врачей только, что мужчины, я ей сначала говорила, что мужчины не должны тебя трогать, после этого она кричит, я не могу, мама, это дядя, почему трогает, и врач, кстати, о врачах, когда вы говорите, надо еще говорить, врач может и на улице представиться врачом, так нам врач-гинеколог объяснял, только если это написано учреждение больницы, только тогда. Это вот как раз тот момент, когда они используют шантаж. Ну, то есть просто ребенка же, конечно, очень просто запугать. У мамы лопнет тромб, ну, у меня есть варикоз, мама умрет, сойдет с ума, и она это все теряет. То есть она просто боялась? Конечно. Она боялась вас потерять? Она боялась сестричку, потому что он на своей дочери, как бы это мне тяжело сейчас не было говорить, он на своей дочери маленькой, Маше было на тот момент, я так понимаю, приблизительно два года, раздвигал ножки, показывал, как устроены половые органы. Педофилы очень часто используют шантаж и запугивание маленьких детей. Почему? Потому что вот то, что приводит Ирина, у меня в практике дети не обращаются с такими моментами, слава Богу, обращаются взрослые люди, когда ведь такие травмы, они наносят, эта травма сохраняется на протяжении всей жизни. эта травма на всю жизнь, для слова. Для девочек это чревато тем, что женщины не могут построить свои жизни, у них проблемы в сексуальной жизни. Это как бы, ну не у всех, но как бы в большинстве случаев, если они обращаются к специалистам, это нивелируется, но убрать до конца такие травмы достаточно сложно. И вот тот момент, что практически все, кто совершает насилие, они шантажируют этих детей тем, что если мама узнает это, она может умереть от разрыва сердца. там, да, и дети, они же доверяют, и они буквально воспринимают все, что им говорят. И они буквально воспринимают эти слова и боятся сказать то, что с ними происходит. Тут очень важно, сохраняя, вот сохраняя те отношения внутри семьи, которые есть между родителями, ну, мамой и дочкой в данном случае, да, наблюдать, что происходит с ребенком, потому что, когда происходит насилие, дети меняются. поведение ребенка будет изменение. они становятся более замкнутые, они становятся, ну, как бы, стараются пережить это состояние. Но в моем случае этого не было. Она веселилась, она ходила на кружки, на танцы ее возила, ну, то есть, она была, как обычный ребенок. Я так понимаю, она не считала это насилием. Она даже говорила, что он иногда у нее просил прощения. Ведь это же были их секреты. Да, она говорит, он сначала был ласков, она даже, вот такое говорила, мне его жалко, он говорил, что это его мама делает гадости, маму знают, как гадалку или ведьму после деревни, все боятся даже. И многие люди, у нас в Егоровке сначала говорили, что Ирка придумала или моя дочь придумала. И я хочу обратиться к жителям Егоровки, не дай Бог, вы переживаете то, что я. Мой ребенок прошел все судмедэкспертизы, зеленую комнату и не дай Бог вам побывать рядом со своим ребенком. Две судмедэкспертизы, гинеколога и психотерапевта и заседание в судебном порядке допрос адвоката. Я это делаю, чтобы защитить своего ребенка, чтобы остановить педофила и хочу, чтобы женщины слышали, не затыкали рот своим детям, а услышали и действовали. Верите, не верите, тащите ребенка к гинекологу на все судмедэкспертизы. Видите, ситуация такова, что те, кого это не коснулось или кто думает, что его не коснулось, а в действительности правильно сказано было, что многие уже взрослые девушки, женщины, которые пережили это насилие и побоялись об этом признаться родителям, они живут вот этой тяжелейшей психологической травмой всю свою жизнь. И у них не было возможности обратиться к специалисту, к психологу, к психотерапевту, чтобы их не то, что окончательно избавили, но хотя бы облегчили их вот эту психологическую травму. И я очень приветствую то, что вступил все-таки в силу этот закон, еще не до конца понят, который подписал Зеленский в январе 2020 года, что будут созданы списки педофилов. Вы понимаете, что этот человек, к сожалению, в украинской действительности, даже если понесет наказание, может отбыть срок, выйдет, уедет в другой регион, может даже поменять имя и фамилию, но, скорее всего, его не изменит ничего больше. Он не перестанет вожелать вот этих детей, и вот эта грань, которая желание сможет превратиться в реальность, она очень-очень-очень тонкая, и в какой-то момент он может ее опять переступить. Опять изнасиловал, изнасиловав какого-то ребенка, искалечив этому ребенку жизнь. И это очень хорошо, что говорят, что такой человек есть, что он, я надеюсь, попадет в этот реестр, что за ним хоть все-таки, хоть каким-то образом правоохранительные органы будут наблюдать. Это позволит сохранить чью-то детскую жизнь. Я говорю чью-то жизнь в прямом этом смысле слово, потому что в действительности большинство преступлений педофилов заканчивается смертью жертвы. Олег, в подтверждение ваших слов я хотел бы, кстати, обратиться к статистике. Это действительно очень действенная мера, как показывает европейская практика. Я имею ввиду создание реестра педофилов, так называемого. Вот по данным Великобритании действие правительственной программы по предоставлению осужденным педофилам препаратов, которые подавляют либидо и сексуальную активность сократило рецидивы половых преступлений с 40% до 5%, а в Германии с 80% до 3%. Это речь идет о химической кастрации. В новом законе, в котором предусмотрен реестр, также предусмотрена и такая мера наказания. И, повторюсь, она очень принудительная. В некоторых странах есть так называемая добровольная кастрация, когда, признавая, что человек болен, а это в какой-то степени психическое отклонение, если он соглашается на химическую кастрацию, и это называется добровольная кастрация, ему могут заменить реальный тюремный срок, либо его значительно уменьшить, если он понимает, что он совершил, и идет на такие меры, когда соглашается на химическую кастрацию. Я верю статистическим данным, потому что в европейских, цивилизованных странах к этому вопросу привлекается очень много внимания. Очень много внимания, и именно поэтому к таким людям вот такое отношение. С одной стороны, где-то, вероятно, они психически ненормальны, с другой стороны, они калечат жизнь другим людям и должны за это отвечать. Безусловно. Нарваться на педофила может везде, каждый, везде. Любой ребенок, который ходит по городу, может нарваться на педофила. Причем они же работают по такой, ну, достаточно типичной схеме. Это проявление там конфеты, а хочешь конфетку, а хочешь щеночка погладить, на жалость надавить где-то тоже. Ну, вы понимаете, схема простая и банальная, тем не менее, она работает, потому что она используется в отношении детей. Ну, а дети это самые доверчивые. А с детьми на эти темы не разговаривают. Вы понимаете, что то, с чем сталкиваюсь я, допустим, это либо гиперопекаемость такая родители, да, они считают, что родители могут от всего защитить, сюда привез, отсюда увез. И для того, чтобы что-то произошло, достаточно небольшого времени. И если ребенок к этому не подготовлен, то большая вероятность того, что он поведется Что может это случиться? Вы знаете, у нас совсем немного времени осталось, Ирина, вопрос к вам у меня следующего характера. Я, кстати, вот Олегу его адресовал, как сделать так, чтобы не умалчивать, как найти в себе силы, как перебороть этот страх. Вы нашли в себе эти силы, вы перебороли этот страх. Меня это застает. Сейчас на каком этапе это дело? Вы написали заявление в полицию? Я написала в полицию, в управление следствия, в проспект Шевченко Одесса, так как он отделывался всегда от района, от раздельной, вот штрафами, чтобы он не делал это безнаказуемость, порождало в нем зверя. Он находится уже четвертый месяц, 29 апреля его задержали. То есть сейчас идет следствие? Сейчас идет следствие. На момент следствия где? Зона водопроводная. На водопроводная. Было допрос ребенка адвокатом и его только судья отвел, чтобы были они в другой комнате, не было давления в присутствии психотерапевта и меня как мама. Но его мама на сегодняшний день кричит и всем уверяет и даже маминой подруге мне говорили его матери подруги ты не боишься, что он вернется? Ты вернулась в село, беги. Нет, я не боюсь. Я сделаю все, чтобы он был наказан. Вы знаете, у нас осталось буквально несколько минут. Я хотел бы, предоставлю каждому из вас слово и хотел бы, чтобы вы обратились к нашим телезрителям, которые нас смотрят сегодня. Что бы вы хотели сказать в первую очередь родителям, которые сейчас наверняка у телевизоров и смотрят нашу программу? Что порекомендовали бы? На что обращать внимание? Как предупредить, как не допустить подобных преступлений? В деревнях очень часто, знаете, что мы предупреждаем? Я тоже самая мама делала, что дяди на машинах, конфетки, кошечки предлагают, котика подбери. Это мы думаем на улице. Надо говорить детям, что и дома могут такие быть. Это моя большая ошибка. И он мне тоже говорил, куда ты пускаешь, как ты смотришь. Даже на тренировке, когда мой ребенок ехать на теннис, его одноклассник, учитель предложил взять, он говорит, а ты знаешь, что он может сделать? Он не женатый. Вы должны предупреждать не только, что они ходят по улице на машинах. В основном у нас это предупреждает. На машинах остановятся, туда увезут, кошечку предложат. Нет. Вы должны говорить, что они могут находиться в семье и совсем близко. Это. В сегодняшний день мне звонят люди, которые перетерпели это с дедушками. Я говорю, почему вы мне звоните? Потому что вы нам поверите. просят о помощи за 40 лет, за 30. Это двоюродный дедушка, это отец родной, это дядя, это брат старший. Самые близкие люди. Марьяна, ваши рекомендации? Ну, я в первую очередь хочу обратиться к телезрителям. Если есть насилие в любой форме в семье, не умалчивать об этом. Об этом нужно обращаться в инстанции, разговаривать и об этом говорить. Касаемо вот таких проявлений нужно обязательно проводить с детьми воспитательную работу в любом возрасте, проговорить и напоминать о том, что касаться своего тела можешь только ты и мама, к примеру. И если по плечу, есть зоны, которым касаться никто не имеет права. И это должно воспитываться вот с трех лет, когда ребенок уже осознает свое тело и никто не имеет никаких секретов, которые могут быть в семье, на каких-то этапах. Говорить о том, что секреты, касаемые тела, их просто не существует. Это твое здоровье. Олег, что бы вы сказали? Однозначно с детьми надо говорить, мама должна говорить не только с дочкой, она должна говорить и с сыном, потому что, к сожалению, сейчас мы об этом не говорили, педофилия по отношению к мальчикам не просто существует. Она есть, это признанный факт, и она наносит не меньшую травму, а порой еще и большую, чем насилие над девочками. Родители должны однозначно смотреть, разговаривать с детьми. Однозначно, с самого детства должны, у детей должны быть сформированы правила. Чужие люди не имеют права касаться вообще, как сказал уважаемый психолог, что есть зоны на теле, которые никто не имеет, кроме тебя, трогать. Если это какие-то вопросы врачебные, это понятно, всегда родитель должен дать на это разрешение. И ни в коем случае никаких таких вот секретов, секретиков не должно быть, особенно от матери, потому что мать единственная, ну, 99%, кто может понять, кто может правильно подсказать, оценить ситуацию. И если, не дай бог, не дай бог, у кого-то произошло такое горе, ни в коем случае не молчать. Потому что замолчав это преступление, есть большая вероятность, что то же самое произойдет с каким-то другим ребенком. Спасибо большое. Спасибо большое вам, уважаемые гости. Ирина, вам отдельное спасибо за этот откровенный и очень сложный разговор. Я думаю, наши телезрители почерпнут из него очень много полезной информации и практических советов. Дело в том, что здоровое общество, на мой взгляд, возможно только тогда, когда дети в нем счастливы. А сделать их счастливыми, сделать их жизнь безопасной, создать условия для их полноценного развития должны только мы, взрослые. Так вот, давайте прикладывать максимум, наверное, усилий для достижения этой благородной цели. Спасибо вам большое и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok